Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. В Слободском при пожаре погибли два человека. Тела мужчины и женщины обнаружили сотрудники МЧС. Сейчас Следственный комитет начал проверку. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Тело 37-летнего мужчины и 53-летней женщины нашли 23 января после тушения пожара в трехквартирном доме в Слободском. По данным следователей, в тот вечер погибшие вместе выпивали. Хозяин квартиры топил печь. Известно, что оба курили прямо в квартире. Сейчас причины пожара устанавливаются. Назначены экспертизы. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. В Кирове на улице Комсомольской из магазина игрушек полиция изъяла покемонов и Пикачу. Пластиковые игрушки продавались под этим известным брендом без сопроводительных документов. Находились в продаже игрушки с незаконным воспроизведением товарного знака японского производителя Пикачу. Основные признаки подделки – это отсутствие информации об изготовителе, необходимых сопроводительных документов, аннотации на русском языке, низкая цена и качество товара. В итоге в магазине изъяли 38 игрушек на 8 тысяч рублей. Сейчас полиция выясняет, а настоящие ли были покемоны и Пикачу. За использование чужого товарного знака предпринимателю грозит штраф 40 тысяч рублей и конфискация изъятого товара. На улице производственной таксисты заметили подозрительную пятерку. Они решили, что водитель и пассажир пьяны и наказали их битами. Разбитое стекло – это еще цветочки. Как стало известно, за два месяца полиция возбудила в отношении Варанкина два уголовных дела – за попытку грабежа и за попытку кражи. Также выяснилось, что Варанкин все еще учится на третьем курсе в колледже промышленности и автомобильного сервиса. В учреждении пояснили, что пока, несмотря на плохую успеваемость, для отчисления студента нет оснований. Варанкин